В то время, пока выпускники школы решают судьбоносные задания на ЕГЭ, дети младшего возраста с удовольствием проводят время в лагерях летнего отдыха. В частности, детский оздоровительно-образовательный центр «Космос» готовится принять в этом году 450 детей, для которых подготовлены три программы отдыха. Всего в летний период 2017 года по распоряжению главы города планируется охватить организованной летней занятостью 5037 несовершеннолетних. С 1 июня у нас стартовала летняя оздоровительная кампания 2017 года. Началась она по реализации программы, которая носит название «Приключения в Лукоморье». И главная цель нашей работы – это, прежде всего, организация оздоровительного, познавательного отдыха детей, воспитание патриотизма, нравственных качеств у детей и формирование здорового образа жизни. На каждый сезон разрабатывается программа. В этом году разработано три программы полных смен, это по 21 дню. И запланирована еще одна профильная смена, которая называется «Остров безопасности». Отличие этой программы – то, что мы первый сезон, это полностью у нас патриотическая программа, вот «Приключения в Лукоморье», посвященная и году экологии в Российской Федерации. Ну и нужно отметить то, что живем мы в многоциональной стране, тем более субъект Республики Алтай является субъектом Российской Федерации, поэтому мы должны максимум сил приложить к тому, чтобы у детей сформировалось чувство гордости за свою страну, за свой субъект, за свой город. Ну и вот надо как раз начинать патриотическое воспитание, я думаю, с маленьких возрастов, которые к нам приходят. В лагере у нас дети находятся с возраста 6,6 на начало сезона и до 12. 9 июня в рамках программы отдыха детей в лагере прошел патриотический праздник, приуроченный ко Дню России. Акция проводилась совместно с региональным отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт». О том, что Россия – великая страна и Республика Алтай – ее важная часть, каждый ребенок, присутствовавший на празднике, знал с самого раннего детства. Поэтому на вопросы викторины о символике и географии России дети отвечали хором. Представители «Народного фронта» отметили, как важно вырастить в детях любовь и уважение к родине с самого раннего возраста. Мы пришли с той целью, прежде всего, чтобы поздравить детей с этим праздником, посмотреть, как проходит летний отдых детей, как он организован, какие мероприятия проходят за рамками, просто покушать, попить, поесть, но еще и посмотреть, какие интересные мероприятия. Но ожидаем, что мы от этого мероприятия. Но прежде всего того улыбок на лицах детей, счастливые лица, удовольствие от полученного мероприятия и, конечно, посмотреть на их патриотическое воспитание. На празднике присутствовало множество почетных гостей, среди которых посол КТО в Республике Алтай, чемпион мира по самбо Виталий Уин, пожелавший ребятам упорства, стойкости и любви к спорту. Поздравляю вас с наступающим праздником Диана Российской Федерации. Хочу, чтобы вы занимались спортом. Вы хотите заниматься спортом? Да! А для того, чтобы эти пожелания не остались просто словами, член регионального штаба ОНФ Республики Алтай, эксперт промышленного комитета ОНФ Сергей Кухтуеков сделал лагерю небольшой подарок для развития спорта среди самых маленьких.